Ну и сейчас гость нашей студии, лидера «Справедливой России» Сергей Мирон. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте. Сергей Михайлович, вы вдруг завели страничку в интернете в Facebook. С чего это? У меня много, скажем, ресурсов интернетовских. Это я обратил внимание, да. Но Facebook это все-таки что-то очень молодежное. Ну, дело в том, что если я уж и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Желом Журнале, и в Твиттере, остался, да, остался только Facebook. Но в Facebook я решил пока делать очень просто. Все, что я выношу на другие площадки интернетовские, я буду дублировать туда, это делать будут помощники. Но я все буду читать, всю ленту, и я посмотрю, как это пойдет. Если пойдет, то я там останусь и тоже постараюсь более-менее активно участвовать. Но там же уже пошло несколько сайтов под вашим именем. Дело в том, что как раз одна из причин, почему я открыл официальную страничку в Facebook, потому что четыре страницы были не моих. Кто их открыл, я не знаю. Причем две из них вполне приличные, с точки зрения там никаких гадостей нет. Две прямо вызывали у меня очень большие вопросы. И я обратился официально к администрации Facebook убрать эти четыре не моих, даже если они были созданы кем-то из благих убуждений, и оставить моё официально. Убрали. Теперь о содержании того, что вы будете писать в Facebook и на всех остальных ваших ресурсах. Значит, я обратил внимание на то, что при утверждении президентского законопроекта в Думе о снижении с 7 до 5 процентов барьера для прохождения в Думу на следующих выборах, именно ваша фракция, как никакая другая, активно отстаивала мысль о том, что давайте вот уже сейчас введём. Значит, ваши поклонники, естественно, это подают как пример вашего демократизма. Ваши противники говорят, а не свидетельствовали от того, что Миронов сомневается в рейтинге своей партии, ему бы хорошо сдвинуться. Конечно, мы заботимся о реальной демократичности и о реальной политической конкуренции. Но это вы так обязаны были ответить. Я отвечаю абсолютно искренне. Дело в том, что наша партия уверенно проходит, и это знают наши оппоненты прежде всего, которые старательно, регулярно печатают, якобы, какие-то псевдорейтинги, где у нас там то ли 4, то ли 5 процентов. Я могу сказать ещё раз, реальный рейтинг сегодня, даже не сегодня, это на старте избирательной кампании в начале сентября, это 9 процентов. Это вы откуда знаете, какие-то закрытые опросы, которые сами проводятся? Это закрытые опросы, которые проводим не мы. И ещё раз хочу сказать, наши оппоненты знают эти реальные рейтинги. Поэтому так навязчиво в тюрьме говорят, да нет, партия справедливости в России то ли проходит, то ли нет, у них какие-то проблемы, никаких проблем у нас нет и быть не может. Я нисколько не сомневаюсь, что наша партия не только пройдёт, и уверенно пройдёт в Государственную Думу, но и прибавит значительно в числе своих депутатов во фракции. Мы увеличим число депутатов членов фракции справедливости в России. Даже при том, что ваша инициатива о прозрачных урнах всё-таки не прошла? Не только эта инициатива не прошла. И предложение установить веб-камеры в комнате, где ведётся подсчёт голосов, не проходит. Наше предложение по изменению порядка формирования участковых комиссий, чтобы только партийные представители были в этих комиссиях, а не подчинённые бюджетники, которые сегодня работают в участковых комиссиях, подчинённые тех, кого перебирают. Потому что перебирают в основном чиновников, а у нас и все чиновники в Единой России. Это неправильно. И, наконец, опять же, не прислушиваясь к нашему мнению, до сих пор остаются так называемые открепительные талоны и возможность некого досрочного голосования. Мы считаем, что это лазейки, которые могут, скажем так, искривить реальные воли изведения граждан. Видите, как я осторожно сказал. Главное, чтобы люди приходили. Я считаю, что это самое главное оружие от любых фальсификаций. Это реально высокая явка. Если люди придут, проголосуют за те партии, за тех кандидатов, которым они доверяют, лично проголосуют, не доверяя своё право голоса кому бы то ни было, это будет очень хорошей, ещё раз скажу, страховкой от фальсификации. Поэтому единственное правильное решение – лично прийти и проголосовать. За вас? Проголосовать за тех, кому доверяете. Конечно, я буду агитировать за партию «Справедливая Россия», потому что я предлагаю и мы предлагаем абсолютно понятные вещи. Главное наше предложение изложено в семи пунктах. Это прогрессивная шкала подоходового налога. Это налог на роскошь. Это первый пункт. Второй пункт касается пенсионной системы. Мы считаем, что нынешняя накопительная система, она вредна. Нужна распределительная система и принцип солидарности поколений. И нужно, чтобы пенсия составляла не менее 60% от заработка. И начисление пенсии зависело только от двух факторов. Это стаж и средний заработок. Третье предложение – это убрать мрот, про который народ наш давным-давно очень хорошо слифмовал. Нам всё мрот да мрот, а народ всё мрёт да мрёт. Так вот, нужно вводить почасовую оплату труда. И предложение нашей партии очень простое. За один час неквалифицированного труда платить 80 рублей и три повышающие коэффициента – региональный, отраслевой и, наконец, самый главный – квалификационный. Одно дело – это токарь шестого отряда, а другое дело – человек, который не имеет никакой профессии. Следующее предложение – это предложение по строительству жилья. Только массовое строительство за бюджетные деньги социального жилья поможет решить квартирный вопрос. 90% россиян сегодня не могут позволить себе приобрести квартиру по ипотеке, потому что у них нет никаких денег. Даже если будет нулевая ставка процента по ипотечному кредиту, не смогут этого сделать. Следующее предложение касается борьбы с коррупцией. Мы убеждены, что только ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции поможет сдвинуть это дело с мёртвой точки. И обязательный коррупционер должен сидеть в тюрьме до 20 лет с конфискацией имущества у него и у членов его семьи. Ну и наконец, природная рента должна поступать прямиком в семейные бюджеты, а не оседать в карманах олигархов. И последний политический лозунг – политическое требование. Прямые выборы губернаторов, прямые выборы мэров всех городов, прямые выборы членов Совета Федерации. Семь пунктов. Сейчас резко сменим тему, но я не могу не пройти мимо такой истории на этой неделе, которая всех взбудорожила, хотя, строго говоря, она заграничная. Сергей Михайлович, а вам, Юлию Тимошенко, жаль? Жаль. Я считаю, что приговор очень суров. Надеюсь, что он будет пересмотрен. Я не вдаюсь в юридические тонкости и не смею оспаривать решение суда, тем более суда иностранного. К сожалению, говорю искренне, как славянин государства. Но мне искренне жаль, вот просто как женщина, как политика, еще раз хочу сказать, не вдаваясь в тонкости и не соглашаясь зачастую с позицией явно очень слишком прозападной госпожи Тимошенко, мне жаль. И я считаю, что здесь больше политики, чем правосудие. Если приговор и будет пересмотрен, то на основе вот этих вот поправок к уголовному законодательству, которые рассматривает как раз сейчас Украинская Рада, которая будет при прочих равных означать, что, возможно, в тюрьму-то она не пойдет, но как таковой факт судебного осуждения Украинско-Российских газовых соглашений останется. Вот с этим то, что делать? С этим, я думаю, мы тоже разберемся, потому что очень странно, что человека судят за то, что она подписала соглашение с братским государством. Естественно, если мы подписывали это соглашение, нас оно устраивало. В тех условиях, безусловно, это было выгодно и Украине, и украинскому народу, кто бы что бы ни говорил. И мне представляется, что здесь еще свое слово скажут и украинцы, и украинские политики, в том числе и президент Янукович. Я думаю, что сама жизнь заставит определиться и по этой позиции. А с точки зрения конкретного судебного решения, слишком сурово, слишком жестоко и слишком много политики, мало права. С моей точки зрения. Ну что ж, спасибо. Сергей Миронов был гостем нашей студии. Спасибо, Сергей Михайлович. Спасибо.